Приватизация Анна из Лиссосибирска обеспокоена. Мама составила завещание на квартиру, согласно ему, я наследую жилплощадь. Квартира в собственности по приватизации. Мама вступила в повторный брак с человеком, замужем за которым уже была на момент процедуры приватизации. Какова вероятность, что нынешний супруг унаследует долю в жилплощади? Какие существуют виды документов, позволяющие стать мне единственной наследницей? В данном случае, если мама от того, что она оставила завещание на ваше имя, в принципе, это единственный и основной документ, позволяющий наследодателю распорядиться имуществом. Но здесь есть нюанс. Если на момент смерти вашей мамы ее супругу, с которым она сейчас в браке, будет 60 лет и более, то он ввиду возраста, поскольку он уже является нетрудоспособным, будет иметь право на обязательную долю в наследстве. То есть в данном случае она будет составлять в вашем случае одну четвертую от квартиры. Потому что вы и он являетесь наследниками первой очереди, соответственно, он по закону имел бы право, если бы не завещание мамы, на половину этой квартиры. Поскольку у него обязательная доля, то он имеет право на половину от того, что ему полагалось бы по закону. То есть в данном случае он имеет право на обязательную долю в размере одной четвертой, при условии, что на момент смерти мамы ему будет 60 лет и более. Если не будет ему 60 лет, то вы имеете право унаследовать всю квартиру, и она поступит полностью в ваше распоряжение как единственная наследница по завещанию. Дарья из Зенисеевска. После смерти мамы мы с сестрой в равных долях стали наследницами. Я всегда была и сейчас прописана в этой квартире. Хочу выкупить долю сестры, как лучше и грамотно это оформить. Если у имущества, в данном случае, квартиры, есть несколько собственников, то один сособственник, который хочет продать свою долю, должен уведомить в письменном виде остальных сособственников о том, что он намерен продать свою долю с указанием условий продажи, в частности с указанием цены продажи. Если от остальных собственников квартиры не поступило никакой реакции, они не собираются выкупать эту долю в течение 30 дней после получения такого уведомления, то, в принципе, вы можете продать свою долю в праве собственности на квартиру любым третьим лицам. Вы также можете продать эту долю, не дожидаясь вот этого 30-дневного срока, если от остальных сособственников в письменном виде вы получите отказ на приобретение вашей доли праве собственности. Рубрика подготовлена при поддержке Красноярского регионального отделения Ассоциации юристов России. Красноярского регионального отделения Ассоциации юристов России.